Приветствую вас. У вашего вопроса есть две страны. Первая страна – это то, что вы принимаете, вероятно, на свой счет то, что делает мужчина. Хотя у человека вполне может быть просто такой вот способ выстраивания отношений. То есть, ну вот, человек вот так себя просто ведет и все. Он просто вот такой, для него деньги вот имеют такое вот значение. Вот, хорошо это или плохо, да, но это не так важно для него и для вас на самом деле. Тоже, тоже, потому что, потому что, потому что у человека такие ценности. Вот и все. Вот, это первое, первое, что я хочу вам сказать. Но один из ключевых моментов заключается в том, что вы на свой счет это понимаете, что вы, вот, как бы вам это неприятно. И я думаю, что здесь вы видите в этом угрозу, вы видите в этом для себя какое-то ущемление, может быть. Ну, ущемление в чем-то, ущемление чего-то, вот. И, на мой взгляд, это весьма важно рассмотреть вам, чтобы вы поняли, что в этой ситуации вы хотите и хотите. Как, как в этой ситуации вы хотите поступать, чтобы это не было такой вот, ну, хаотичной, хаотичной реакции. Вот, это первое, что я хочу вам сказать. Второй важный момент, на который хочу обратить ваше внимание, это то, что мужчина, как будто бы с вами считается, то есть он, как будто говорит, вот, скажи спасибо, я тебе ничего не должен, значит, скажи спасибо и за то, что я делаю для тебя, да. То есть здесь человек проявляет, ну, такую, как бы сказать, такую тревожность, там, такое вот переживание по поводу того, что им могут воспользоваться. И его это, вот, в какой-то степени беспокоит, в какой-то степени волнует, его в какой-то степени напрягает. И вот мне кажется, что либо здесь какой-то вот негативный опыт, а есть, ну, в принципе, вот негативный опыт мужчины, например, что им пользовалось, что его обманывали. Какая-то, ну, условно говоря, непроработанная история осталась, связанная с этим. Вот, это первый момент. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание, это то, что, может быть, в ваших отношениях есть что-то такое, что вот может как-то настораживать мужчину, настораживать молодого человека. То есть, вам бы здесь нужно посмотреть, ну, посмотреть на, как раз, себя, да, посмотреть на свое поведение и посмотреть на то, что вы делаете, на то, какие посылы вы демонстрируете своему партнеру. Ну, что вы ему, как бы, ну, посылаете, да, ну, какие, какие вы ему месседжи, слезы, условно говоря, и так далее. Вот, это в целом очень важный момент. Дальше. Дальше. То, что вы описываете, в первую очередь свидетельствует о том, что вы не близки эмоционально. То есть, вот, год вы встречаетесь, но за год вы эмоционально не сблизываете. То есть, молодой человек последует какие-то, там, я не знаю, там, цели, да, то есть, ну, условно говоря, боится, что вы им воспользуетесь, вот, опасается. То есть, его волнует эта история, она мешает ему быть, быть с вами, не знаю, искренне она мешает вам, ему точно мешает быть с вами более теплым, более заботливым, вот, более, там, нежным, более ласковым и так далее. Вот. А вы, эээ, ну, вот, в какой-то степени, да, вы тоже, там, до сих пор, условно, не научились, эээ, ну, его, какие-то, вот, реакции, не воспринимать на свой счёт. То есть, у вас это тоже болит, условно говоря, просто обещают, вот, такое отношение, оно вас именно что-то задевает. И, ну, мне кажется, что это необязательно плохо, что вам это неприятно. Ну, то есть, эээ, вам может, может быть, это неприятно, вам может, это, эээ, не нравится это, вот, ну, то, что не укладывает, то не укладывается в ваши, эээ, ценности, мне кажется, это вполне, эээ, справедливо. Но момент здесь в том, что, эээ, вас это вызывает, вам это неприятно, и этого, получается, здесь уже замешаны, эээ, какие-то, ну, мне кажется, другие вещи. Вот, мне кажется, здесь, эээ, замешаны немножко другие, ну, другие моменты, да, вот, вот, например, здесь замешаны, эээ, эээ, например, необходимость, эээ, положиться на человека, да, необходимость опереться на него, на него, допустим, ну, допустим, 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 вот. И, эээ, в этом смысле, нужно здесь, эээ, смотреть, с чем это конкретно связано у вас. То есть, понимаете, ээээ, эээ, ну, мужчина, он, эээ, может, воспринимать, ээээ, ваши, ээээ, да, ээээ, ну, ваше, вот, ну, ваше поведение как-то, то, что вы от него что-то требуете. Именно, вот, хотите от него, а вы хотите немножко другого, другого, но вы не понимаете об этом сказать, ну, то есть вы не привыкли об этом говорить, наверное. Вот, и, эээ, как мне кажется, задача отключаться в том, чтобы научиться разговаривать. Вот, как это не бананно звучит, но, эээ, мне кажется, что основная задача именно заключается в том, чтобы научиться говорить, научиться вам выражать, а то, что, ну, не знаю, то, что действительно вам хочется, а не то, что вы привыкли говорить. Сейчас мне кажется, что вы пытаетесь получить то, что вам действительно нужно через привычные модели поведения. Вот, и, и, эээ, правда заключается в том, что даже если вы, эээ, ну, даже если вы получите это, даже если вы сможете для себя это получить, вот, все равно вы будете, скорее всего, не удовлетворены, все равно вам будет, ну, недостаточно, вот, все равно вам будет недостаточно, недостаточно. Почему? А, потому что, эээ, таким образом, эээ, такой, грубо говоря, ну, стратегией, наверное, правильно сказать будет, эээ, вы всегда, всегда будете, эээ, в принципе, в том, что, ну, не совсем, эээ, полная здесь искренность, не совсем, эээ, полная здесь, эээ, ну, не совсем полная здесь, эээ, включаетесь в контакт, эээ, вот, и, нет, эээ, это не значит, эээ, что я считаю, что, эээ, условно говоря, эээ, вы должны вести себя как-то иначе, нет, я просто говорю о том, как мне эта ситуация видеть в целом, как вот, эээ, эээ, как я, эээ, вижу, по всему счету, вот, и, все, принцип, принцип. Эээ, вот, и вот где-то, где-то вот, ээээ, ну, где-то на стыке, где-то на стыке, эээ, где-то на стыке, ээээ, где-то на стыке вашей искренности и того, как это, где-то, например, ээээ, будет отзываться человеку, человеку, вот где-то там, на мой взгляд, ээээ, и, ээээ, есть возможность для развития, эээ, ну, ваших отношений, вот. Я думаю, так, честно говоря. Ну, мне так, опять же, кажется. Ээээ, что еще, что еще можно сказать? Ох, значит, м-м-м, почему не хочется помогать? А, ну, ээээ, я думаю, что это вопрос больше для индивидуальной, эээ, терапии, да, ну, мне так кажется, индивидуальная работа. Ээээ, ну, вот, потому что так-то больше сферы, мне кажется, погадать. Ладно, ну, вы же понимаете, что знать о том, эээ, почему человек ведет себя именно так, это, ну, практически нереально. Вот, я могу сказать, ээээ, вам о том, как, как это бывает обычно. Как это бывает обычно. Эээ, обычно это бывает, ээээ, так, что люди не хотят помогать, потому что это их раскрывает. Ээээ, что такое, что такое раскрытие, раскрытие человека, что это такое? Ээээ, значит, раскрытие человека, ээээ, подразумевает, что он помогает, что он складывается, человек. Ээээ, соответственно, после этого, ээээ, ему, ээээ, приходится быть в нежелательном для себя положении, в нежелательном для себя состоянии. Вот. Какое это нежелательное положение и какое это нежелательное состояние? Это, это открытость, это открытие, это слабость, ээээ, это слабость, это, ээээ, какое-то вот такое состояние, ээээ, которое нежелательное, скажем так, вот нежелательное. Такое состояние отличие для, ээээ, мужчины нежелательного. Вот. И поэтому человек не хочет вам помогать. В, ээээ, важно немножко, ээээ, на мой взгляд, другое. Вот. Важно немножко другое, на мой взгляд. Важно то, что, ээээ, что, ээээ, вам никакого, ээээ, практического, ээээ, смысл, смысл в том, что вы, в принципе, понимать, ээээ, его, нет, чтобы пытаться понять его. Но никакого практического смысла в этом вам нет. Почему? В, вне, вне зависимости от того, поймете вы его или нет, он, скорее всего, станет в представлении. А вот вы, эээээ, ставя, в какой-то степени, ээээ, зависимость, ээээ, свое состояние от того, понимаете вы или нет, а не от того, насколько вы чувствуете. Вот, вы, эээээ... Условно говоря, снова и снова нуждаться в каких-то его ответа на вопросы, которые могут соответствовать тому, что вам хочется и тому, что вы думаете или не соответствует тому, что вам хочется и тому, что вы думаете. То есть вот получается, как ни крути, а это на самом деле такая вот довольно деструктивная позиция. Вот. К сожалению. Вот. Поэтому в этом смысле, в этом смысле, мне кажется, что большое значение и большое смысл... имеет большое значение, имеет... Ваше имеет большое значение, ваша самостоятельность. Чем больше вы самостоятельны, тем более вы самостоятельны, тем лучше вам и спокойнее, и комфортнее будет. Ну, с другой стороны, вы можете, конечно, быть, условно, с этим не согласны, и вы можете считать, что, ну, вот, на самом деле, это неправда. Такая вот текстура, ну, правда, суть как бы от этого не меняется, ситуация от этого не меняется. Вот. Дальше, значит, давайте я перечитаю ваш вопрос, чтобы все нюансы захватить. Не могу понять, почему в некоторых ситуациях он не хочет мне помогать, но об этом я сказал. Так, эээ... К примеру, когда мы ездили по моим делам на мою просьбу в такси, он высказал недовольство и просил вернуть деньги. Человек болезненно воспринимает, когда ему кажется, что его используют. Здесь мне думается так, что, вероятно, вы по какой-то причине не смогли в полной меры донести до человека важность того, что вы делаете, скорее всего. Вот. То есть, ээ... Человек не понимает, насколько это важно, либо считает это неважным и, соответственно, оно действует. Ну, входя из этих критерий, входя из этих моделей. Поведение, поведение, поведение. Вот. И соответственно, это, конечно же, влияет на него. Вы же, в свою очередь, сами не обратили внимание на то, как человек воспринимает или воспринял, или воспринимает ваши действия, ну, то есть ваши дела. Вот. Как вы говорите, ваши дела. Да? Вот. И... Это влияет, так или иначе. Это влияет на его поведение. То, что вы говорите, это очень похоже на попытку защититься от использования. Так. Эээ... Я не считаю, что у меня чем-то обезов. Никогда не прошу ничего. Эээ... Я бы сказал, что эээ... с такой позиции вы вполне можете ээээ... добиваться обратного эффекта, как как бы вот... реально это не звучало. Эээ... Потому что, когда человек ни о чем не просит, он, во-первых, создает ээээ... это, ну, откровенно важно. Вот. Если человек этого не просит, не просит, вот, то это, когда это ощущение высокомерия, ощущение того, что, как бы, ну, есть... тенденция такая, вот, не очень хорошая. Эээ... Значит, что... Чтобы... Быть пием, быть пием. То есть, чтобы лидировать в отношениях, чтобы доминировать в отношениях, вот. Эээ... Даже если... Ну... Даже если вы... Ну, условно говоря, даже если вы об этом никогда не думали, да? Даже если вы... Там, если... Там, не знаю... Ваши... Ваши... Эээ... Ваших мыслей... Про это... Никогда вообще не было... Вот. Но это может подниматься именно так. Поэтому то, что вы... Человека ничего не просит, это... А еще не... Ничего не... Ничего не значит, это... Слово... Совсем. Потому что... Эээ... Не видно, как... Мужчина... Эээ... Воспринимает... Эээ... Еще... То... То, что... Вы ничего не просите. Так видите, вы опять же говорите, что вы не просите. А вам... Эээ... Хочет... Вам хочется просить... Что? Но вы не просите. Это очевидно. Потому что, ну... Ваши... Ваши... Вопросы прям... То, что... Вам не хотят помогать. Вот. Такое... Если для вас... Эээ... Слово, да... Простите о помощи, если вы... Не... Там... Не внесли... В... Свой... Кхм... Контакт... Эээ... С... Человеком... Такой опыт... Эээ... Просьбы... Да? То, естественно, к этому относятся... Ну, по большому счету... Сносторожности. Это нормально. Вот. И... Вы... Поскольку... Ну... На мой взгляд... Не являетесь... Собой... Потому что... Вы... Обманываете человека... Обманываете человека... Потом... Что... Не просите помощь... Когда вам этого хочется... Вот. Вы обманываете себя... В первую очередь... Вот. Вы демонстрируете человеку... Что вы... Не раскрываете... Ему... Ему... Если вы демонстрируете... Человеку... Что... Вы ему... Не... Не раскрываете... То, соответственно... Человек... Вам... Скорее всего... Будет... Демонстрировать... Эээ... Ну... То же самое... Вот. Эээ... Ну... Просто потому что... Это... Реагирование... Такое... Такое... Реагирование будет... Вот... Ну... Примерно так... Поэтому... Ээ... Мне кажется, что... Вот... Есть... Ээ... Некоторый... Ээ... Ваш... Собственный... Конфликт... Ваш... В том, что... Эээ... Вы... Не просите... Эээ... У... Человека... Эээ... Хотя... Вам... Ну... Ну... Хочется... Ну... Грубо говоря... Грубо говоря... Хочется... Попросить... Попросить... Хочется... А ведь... Не просить... Вот... Ну... Это... Как бы... Эээ... Если вы себя обманываете, то вы выходите из контакта, вы выходите из такой хорошей, я бы сказал, модели поведения. И становитесь в какой-то степени не живой. Дальше. Стоит отметить, что мне много помогал материал. На некоторых случаях подхода к нам распределить деньги за счет, по такси и за комиссию банковского перевода. Я думаю, что здесь одна моя сложность, вот как мне кажется, в том, что вас это как-то вызывает. Мне кажется, что мне показалось, я не знаю, мне показалось, что вы как будто считаете, что человек делает для вас. Я понимаю, что это немного странно, но выглядит это таким образом. Выглядит это так, что вы считаете, сколько человек вам помог. Вот. И это вызывает, ну, вопросы. Конечно. Конечно. Потому что, потому что это вызывает вопросы в контексте того, как вы устраиваете свои отношения. Вот. Я имею в виду с человеком. Ну, вообще, даже не человеком не опратишься с мужчинами, как вы устраиваете отношения с мужчинами. А вот, по поводу, ну, по поводу чего вы устраиваете отношения с мужчинами, что вас объединяет об отношениях с мужчинами. Ну, вот. Понимаете, да? Что я имею в виду? Это довольно важно. Это весьма оба внимание. Ну, вот. Потому что, ну, как-то. Это были я. А вы, СП, СП. Ну, я не говорю, что вы делаете, не говорю, что то, что вы делаете, это плохо. Да, я не пытаюсь так сказать, что то, что вы делаете, это плохо. Потому что, ну, это вам, вам это, вам решать. Вам решать. А я говорю немножко о том, я говорю о том, скорее, скорее, что это, ну, в какой-то степени вызывает тревогу. Ну, это весьма. А меня учили в виду. А почему это, наверное, это не так. А чем сюда? Вот. А еще была такая, которая просто. И, что у меня это вообще не было. У меня. Я вот это, вы весьма круто. Этих Да. А я похож на на это. Это и тысячи. А можно сказать ко мне, потом и вам это. Ах, кто дать. А, надо что это делать. или там плохо, да, ну это не столько важно, вот, вам нужно просто постараться увидеть этот момент, что если вы уделяете внимание материальному аспекту, то что я могу сказать, исходя из опыта, да, я могу из опыта сказать, пожалуй, только то, что, вот, такого рода отношения строится на страще, на страще, что бросать, то есть вот вы, мне кажется, пытаетесь защитить себя, мне кажется, вы пытаетесь, мне кажется, защититься вот тем, что вам, ну, помогают, тем, что для вас что-то делают, мне кажется, вы пытаетесь защититься, но это требует постоянной, ну, постоянной подпитки, потребует постоянной поддержки, и вам, конечно, очень-очень тяжело, это правда, потому что, ну, я вам не позволю, не позволю, не позволю. Мне кажется, что, ну, мне кажется, что, вот, как-то, вот, на это нужно обратить вам свое внимание, да, и как-то, вот, более, ну, более пристально на это посмотреть, вот, более пристально на это обратить свое внимание, вот, потому что это на вас влияет, это влияет на то, вот, как вы, условно говоря, взаимодействуете с, ну, с мужчинами, с мужчинами, вот, хотя это, ну, не обязательно, есть и другие варианты. Дальше, эээ, для меня это правильно, для меня это дело, как самоотношение, а, как, по-вашему, для вас проявляется отношение, отношение вот, да, это мелочность, безусловно, это мелочность стать правдой, но, эээ, как вы это воспринимаете, и, может быть, молодой человек хочет сказать не это, может ну, я не знаю, что-то другое. То есть, вопрос, эээ, здесь, эээ, в том, давали ли бы ему шанс, давали ли бы ему шанс, эээ, как-то, ну, объяснить, пояснить, ээээ, свою позицию, свою точку зрения, вот, потому что если, да, если вы давали ему такую возможность и он этой возможностью там, словно говоря, ну не знаю, не воспользовался, или воспользоваться она не так, то вы, ну, знаете, все основания, думать, думать и считать, что человек просто вот он, ну вот он такой вот мелочный, такой вот он, ну как угодно это называется, да, то есть, вот, и всё, ну это правда, вот, то есть, опять же, опять же, как-то здесь, ну не хватает, как будто там вашей, вашего отношения, то есть, чем это конкретно вас вызывает и какие желания вызывает у вас, да, вот этого как будто бы нет. А это очень важный на самом деле момент, вот, почему, потому что он определяет, то, как вы себя ведете, ну, с мужчиной, как вы себя демонстрируете по человеку, вот. Поэтому я думаю, что, ну, вот таким образом, пример можно вам здесь прокомментировать. Я считаю, что любящие люди должны незаметно что обязательно помогать друг другу и не младиться. Ксения, здесь вы, конечно, себе противоречите, пожалуйста, это самый непростой обрезок вашего вопроса, вот, потому что, ну, как-бы, мы понимаем, что вы имеете право на свою точку зрения, мы понимаем, что, ну, вы можете, как-бы, чувствовать, э-э-э, еще так, как курьем, но, э-э, в случае я бы хотел немножко этот узел, на мой взгляд, это очень такой серьезный, напряженный узел, вот, мне бы хотелось его несколько раскрыть. Любовь – это творчество. Любовь – это свобода. У вас же, вот, в том, что вы говорите, у вас здесь, ах, к сожалению, не про свободу речь. У вас здесь больше про то, как должно быть, понимаете, с чем стук. Единственное, так как вы считаете, а, должно быть, не есть, если вы видите, что, ну, не, не, ну, что несоответственно есть, а вот, то вам сразу же, у вас появляется тревожность, в том, что вы можете сделать, да, для того, чтобы, э-э-э, ну, чтобы, условно говоря, э-э-э, испортить, разрушить отношения, да? Худшее, что вы можете сделать. Это давить. Это давить, это вот как-то требовать что-то, да? Вы сказали, конечно, вы сказали, что вы не требуете ничего, что вы сказали, что не обязаны. Но выглядит это все вот так, а больше, как будто краски должны стоять, потому что вы улы не улы таким образом подстраиваете отношения. Пытаетесь. Вы пытаетесь подстроить отношения под свое видение. Вот. И чем больше вы их подстраиваете под свое видение, тем хуже у вас не получается. Потому что это уже искусственное, что называется, воздействие. ничего хорошего вам это не даст. Вот. Поэтому подходить к отношениям с позицией того, как должно быть, ну, хуже, хуже, наверное, не придумать. Хуже, наверное, вот просто не придумать для отношений. Вот. И, наверное, подобная искусственность, она просто, ну, довольно-таки хорошо чувствуется, вот, мужчиной, потому он и пытается выставить, а, значит, личные границы какие-то. Вот. Это не означает, что то, что он делает, это однозначно здорово. Это не означает, что то, что он делает, это однозначно круто. Вот. Это совсем не значит. вот, но тем не менее. Тем не менее. Оооо. В вашей стране происходит, на мой взгляд, именно это. И вам нужно разобраться бы с данным аспектом. Следующее. Так, он часто говорит, что я тебе ничего не должен. Будет сказать спасибо. Ну, это, это защитная реакция. Мне почему-то неприятно. Я хочу разобраться. У вас проблемы у вас. У чем-то, да? У чем-то у вас проблемы. Вот. Ну, разбираться нужно глубже. Кси, 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 и разбираться нужно гораздо более глубже. Вот. А, как бы, вот, то, что вы, ну, условно говоря, предлагаете. Да? Ну, вот. Как вы предлагаете, это только очень-очень-очень такие поверхностные моменты, позволяют раскрыть. Вот. Мне бы не хотелось просто, мне бы не хотелось просто, чтобы вы думали, что разбор это вот этот. Разбор это более серьезная работа, более личная работа, индивидуальная. Вот. И, вероятно, даже для совместных. То есть, ну, совместно с вами и молодым человеком с тобой вот улезть с вами обойну. А, и, поисследовать это. А, вот. Вот. А, то, что я хотел бы вам сказать. Ну, опять же. А, вот. Знаете как? В ваших словах, вот, ну, от вас. От вас. Вот. То, что вы говорите, может, проблема во мне, да? Вот от вас это почему-то звучит. От вас? Звучит. То есть, как будто бы вы себя готовы обвините, как будто вы себя готовы обвините, как будто вы себя готовы вот. Либо я виноват, либо во мне проблема, я виноват, либо он в молодом человеке проблема и молодой человек виноват. Вот. Ну, только повторюсь, что мы здесь виноватых и правых это не ищем. В принципе, мы в основном больше, мы в основном больше помогаем разобрать себе людям и в данном случае мы можем помочь это сделать вам. Вот. Если вам этого хочется. не более того. Так. А, искать, в каком проблема, это, мне кажется, дело очень, эээ, не такое неблагодарное, во-первых, во-первых, неблагодарное дело. Во-вторых, эээ, всегда оставляет эээ, спасите кого-то в эээ, поигрыши. Ну, то есть, есть те, кто виноват, есть те, кто не виноват. Вот. И, мне кажется, те, кто якобы не виноват, у них появляется, ну, я не знаю, что-то вроде, ореола такого собственного безгрешности. Вот. Это, на мой взгляд, тоже весьма и весьма негативная история, потому что мы все совершаем ошибки и это нормально. Ну, нормально совершать ошибки, я имею ввиду. Вот. А, тут, получается, так, что, кто-то виноват, а кто-то нет. Поэтому, не надо искать себе проблемы. Не нужно искать себя, отобраться в отношениях человека, мышиться, эээ, искренности, учиться, эээ, откровенности, вот, учиться, эээ, доверяться, эээ, доверяться и, эээ, не только, образно говоря, ээээ, ну, эээ, человеку, но, эээ, доверяться, учиться доверяться и себе, то есть, вот, учиться отдаваться себе своим, эээ, своим, ну, каким-то ээээ, переживанием, вот, и так далее. То есть, это то, что вы реально можете сделать. Это то, что может вам, ээээ, способствовать, эээ, психологу. Вот. Как мне видится, как мне кажется, и так далее. Эээ, естественно, если вы этого хотите, естественно, так, как бы, эээ, вставлять там, никто никого не будет. Ну, это понятно, понятно, я надеюсь. Хорошо. Эээ, вот. Вот, 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 эээ, то что я могу вам ответить. С точки зрения, с точки зрения, эээ Эээ, психолог, ээээ, психолога. Конечно, ээээ, ещё, ээээ, предстоит выяснить, эээ, что, условно говоря, эээ. Ну, что настоящее в вашем конфликте, в вашей проблеме, а что нет. Что на самом деле вас беспокоит, а что как бы ну иллюзия в какой-то степени, да, вот это не значит, что там это не стоит внимания, это значит просто, что вы немножко не в ту сторону там идете, да, не в ту сторону куда-то вот смотрите и так далее. То есть это в принципе это нормально, так бывает, так бывает тоже. Вот, с этим нужно разбираться, с этим нужно разбираться. Вот, на этом все, я надеюсь, что может быть вам понравилось, надеюсь, что это даст обратную связь вам, вот, то есть обратную связь, которую вам хотелось бы сейчас, вот, и вы, я надеюсь, со своей стороны, также вот дадите обратную связь уже для специалиста, с которым вы будете работать, ну, я надеюсь, которую вы выберете для, значит, ну, для психотерапии. Вот. То, что психотерапия вам важно, это, я надеюсь, совершенно понятный такой факт, вот, потому что без терапии он вам будет, вы сами скорее всего не справитесь, вот, как показывает практика, это практически нереально, вы находитесь, ну, вот, по большому счету в плену, вот, в плену у привычных моделей твоих привиденческих, вот. Удачи вам, всего самого доброго, будем рады обращаться. Продолжение следует...